Господи, что не погружение, то какой-то просто уникальный опыт, ну правда. В этот раз, мало того, что я видела определенные образы, были, то есть, образы, причем были такие ощущения, что вот ты вот находишься не просто вот как картинка, а вот картинка, и ты в ней, и ты просто видишь и все чувствуешь. Очень такой классный опыт. В какой-то момент, ну то есть там идет практика шаманское дыхание, то есть там все происходит за определенные процессы, и потом уже по окончанию ты лежишь такой в медитативном состоянии. И как раз в этом состоянии, и получается, что ты переходишь на вот это вот измененное состояние сознания. Что получилось у меня? Тела уже нет, ощущений никаких нет, я полностью сконцентрирована на вылет. Вот я вот, у меня идет какая-то эйфория, и я просто понимаю, что вот сейчас этот пиковый момент, он настал. И тут в этот момент, когда вот я вот сейчас, сейчас вылечу, вылечу, мне прилетает с правой стороны слово. Ты это видишь, да? Вот как-то вот прилетает, такое ощущение, что вот как будто кто-то сидит и нашептывает. И тут в этот момент я осознаю, что это мой ум говорит мне. Очень пришло отчетливое понимание, что ум — это не мой. То есть у меня есть какая-то конструкция где-то с правой стороны, которая просто выдает какие-то программы, какие-то слова для того, чтобы я не достигла определенной цели. То есть цель была, был как вылет, выйти вот в это состояние измененного сознания. Вот. Измененное состояние сознания. Но из-за того, что вот у меня там прилетело словечко, оно получилось так, как будто я вот всю свою концентрацию просто потеряла и обратила внимание на вот это вот слово. Ой, кто же это говорит тут такой рядом, да? Это то же самое, что вот идешь куда-то вот прям стремленно идешь, идешь, там о чем-то думаешь, и тут кто-то бас и там кричит «Маша! Маша!» И ты такой «Раз! Кто же тебе там кричит?» И ты уже забыл, куда ты шел или о чем ты там думал, да? Вот это то же самое. То есть получается наш ум запрограммирован так, чтобы нам не давать достигать определенные цели в нашей жизни. Очень интересное наблюдение было. И я просто после вот этого погружения в этот раз провела параллели в своей жизни, что очень много ситуаций было так, что я чего-то хотела добиваться, чего-то хотела куда-то идти, и мне мой мозг, точнее не мозг, а мой ум мне выдавал страхи, какие-то сомнения, зачем мне это не нужно делать. То есть все максимальные препятствия для того, чтобы я не развивалась. Так что, ребята, мы не есть наш ум. Это определенная программа, которая не дает нам развиваться. Расслабляемся.